СДЕЛАНО В ВЕТКИ Программу анонсировал, уже говорил о том, что мы сегодня посвятим передачу 60-летию кировского телевидения. Вот у нас, собственно, ровесник. Логичное продолжение 58-го года. Да, да, продолжение наших ролей. То есть, настолько эпохальное событие. Ну да, меня угораздило родиться 20 апреля 58-го года, в момент, когда была передача первая. Настроечная еще таблица. То, о чем уже сейчас современные поколения не помнят, что за настроечная таблица, да, как это можно было. Ну, можно погуглить, что называется, да, молодежь. Наверное, современное поколение не представляет, как вот выходили в эфир, ведь это были не целый день телевещания, да. Это были определенные часы. Об этих часах сообщало радио. Радио как бы подставляло здесь плечо телевидению в развитии, да. И тех людей, кто приобрел телеприемники, предупреждали. Вот сегодня, в четверг, вы можете посмотреть телепрограмму такую-то, 18.00, или фильм такой-то, а программа нигде не публиковалась. Узнать-то больше не было. В печати еще не было. А завтра вообще день профилактики назывался, и ничего, можно было телевизор закрывать тряпочкой, чтобы не выцветал. Все правильно, вещали. Да, не была газета «Эфир», была программа, она была на четырех листах маленькой, вот это все, что было в эфире, вначале по одной программе, потом 67-го года по двум. Но программа называлась, тогда газета называлась не «Эфир», а программа «Кировской студии телевидения». И что интересно, вот я перелистал эти старые подшивки, вы представляете, там фотографии старой студии. Вот журналисты этой газеты, фотографы отслеживали каждый шаг вот такого нового явления, как телевидение. Очень интересно смотреть, какие-то фотографии оттуда наиболее интересные публикую в соцсетях, чтобы люди тоже видели. Алексей, перед тем, как мы, собственно, окунемся в эту историю, хотел бы все-таки акцентировать внимание на той работе, которую вы сейчас делаете, специально к 60-летию Кировской телестудии. Это серия сюжетов, которые выходят как раз на ГТРК «Вятка», которые выкладываются на Ютьюбе в интернете. Я смотрю как раз таки там. Расскажите, пожалуйста, что сейчас можно увидеть? Нашей задачей главной было рассказать о тех людях, кто начинал, о первопроходцах кировского телевидения. И сейчас у нас на сайте ГТРК «Вятка» уже размещены подборки этих роликов. Например, Юрий Федорович Веретенников. Это человек, который 19 марта, первый человек, который запустил изображение на наши телеэкраны 1958 года, запустил телефильм. Телефильм назывался «Белая акация». Шел он с кинопроекционного аппарата в эфир. Это была пробная передача. И вот с телефильма «Белая акация» история кировского телевидения начинается и с Юрия Федоровича Веретенникова. А многие его знают как педагога. Он готовил многих фотографов, операторов, известных в нашем регионе. Сейчас он живет в Подмосковье. И мы вот рассказываем о таких людях, кто стоял у истогов. Это очень важно. Чтобы их помнили, их знали. Потому что сейчас с некоторыми из них мы можем даже записать интервью. А вот, кстати, это же не единственный пример, когда человек уже живет не в Кирове. Как вы связываетесь? Творческая группа выезжает или что? Есть разные возможности. Коллеги помогают. И вот, знаете, первый диктор кировского телевидения, а дикторы – это отдельный большой разговор. Лилия Лиханова, Лилия Александровна Зыкина, как она пришла на телевидение в 1958 году. Мы знаем, что это супруга Альберта Анатольевича Лиханова. Это известная очень семья. Живут они в Москве. И нам нужно было снять интервью. Мы планировали сначала поездку в Москву, а потом на нас вышел сын Альберта Анатольевича Дмитрий. И его сын, внук, можно сказать, Иван. И вот он, профессиональный телеоператор, то есть из поколения в поколение связь с телевидением передается, он для нас снял интервью с Лилией Лихановой. Это было интереснейшее интервью. Она вспомнила первые дни телевидения. И вот так нам помогли, в общем-то, родственники первого диктора, причем работающие в сфере телевидения. А монтировали вы или они их же тоже? Нет, монтировали уже мы. Но снято было, конечно, в формате кино, в HD-формате. Там картинка очень приличная. Поэтому сотрудничаем в разных направлениях. И сами снимаем. С кем еще планы сделать вот этот юбилейный год интервью с нами? Да-да-да, совершенно верно. Евгений упоминает. А вот сейчас в Инженерами мы готовим выставку совместную ВИАДГУ и ГТРК ВИАДКО. Там интереснейшие предметы будут представлены. Все еще готовите? Я думал, открылось уже, Евгений, 28-го. Очень много материалов, экспонатов будет представлено. Уникальнейших. Вот здесь я принес. Слушатели не видят, но потом на сайте, наверное, можно посмотреть. На сайте видео, да, наша версия появится. Здесь монтировалась кинопленка многих документальных фильмов. И что интересно, вот знаете, вот сейчас, когда ребята, занимающиеся видеомонтажом, они используют термин там обрезать синхрон интервью, склеить эпизоды. Вот здесь это обрезать и склеить. Это все делается ручками. Это буквально. То есть вот есть нож, пленка режется. Есть подача скотча специального, который склеивает эпизоды, на кинопленке. То есть до сих пор даже в компьютерном нелинейном монтаже термины старого киношного монтажа сохраняются. Это приятно, это традиция. Ну, это самое простое, что будет предоставлено на выставке. Поэтому приходите 28-го. Ну, расскажите еще, что там будет. Выставка будет целый месяц. Она будет проходить в зале Инженериум. Это бывший дом Политпросвета. Преображен С-41 сейчас. Это Вятский госуниверситет. Вот сейчас мы в темпе ее формируем. Будет очень много всего интересного. Можно угнуться в волшебный мир телевидения. В ту эпоху, когда еще раны были голубыми. В хорошем смысле этого слова. Был на этой выставке, посмотрел первые телевизоры. Потрясающая вещь, какая архитектура, как они сооружены. Интересно, маленький экранчик. КВН? Да, КВН. Там будет КВН, и все телевизоры, и телетехник будет представлено. И охня телевизионная, делались передачи. И на чем смотрели. То есть каждый может вспомнить. Я думаю, большинство найдут свой домашний телевизор. И не только телевизор. В общем, приходите. Представим разные форматы. Например, формат кино. Конечно же, будут представлены кинопленки. Будут формат первых видеозаписей. Кассеты. Кассеты профессиональной битакам. И монтажные пульты. Это большие такие. Да, большие. И монтажные магнитофоны, которые сейчас нигде невозможно уже увидеть. А здесь вот этот аналоговый монтаж, когда машина запоминала точку на магнитной ленте, отматывала исходник, возвращалась к ней. Вот эта вся технология с пультами, с магнитофонами, с аппаратурой, она будет, вот эта технологическая линейка представлена на выставке. Так что, кому интересно, приходите, увидите эти технологические секреты нашего телевидения в развитии от кино до современных цифровых технологий уже формата HD, в который мы сейчас в кану юбилея переходим. А сам процесс, кстати, на выставке будет показан? Прям вот монтажер. Будем пробовать, а почему нет? Попробуйте. Да, да, вообще каждый может попробовать. Запас пленки, кстати, остался еще на ГТРК. Есть, есть. Пленка есть. Есть еще? Вы знаете, ну, по крайней мере, телевизоры включаются точно. Это мы уже проверили, они работают. Черно-белые? Или черные тоже есть? И черно-белые. Я думаю, что многие захотят быть телевизионщиками, тележурналистами, операторами после этой выставки. Что-то для нашего города, это необычное явление, и нечасто проходит. А телекамеры, я прослушал, тоже будут. Это же огромный механизм. Создать там что-то на подобной студии. Вы знаете, особенность какая? Когда ты смотришь на работающего в кадре человека, вот я по себе знаю, как легко, как интересно он рассказывает. И вот доводится тебе оказаться по ту сторону экрана, сесть в студию, посмотреть в глаз камеры, в объектив, пропадают слова, голос дрожит, волнение. Забудыхание, сперло, душа в пятки и так далее. Вот в наших планах создать атмосферу вот этого волнующей студии, чтобы человек мог прийти и взглянуть в объектив камеры, почувствовать себя первым диктором, первым ведущим программ. И вот хотелось сказать еще, вот здесь мы говорим об истории телевидения, а ведь история нашего города, телевидение это летописец. Богатейшие архивы ГТРК «Вятка» сохранили, например, такие моменты, как открытие памятника, строительство моста. Просто все даже не перечислишь. И вот я очень люблю с этими исходниками работать. — Здорово, что вы в цифру все это переводите и выкладываете. — Все это можно будет посмотреть там нон-стоп эти роли, и в 60-х, 70-х, 80-х пойдет. — Ну, поехали в историю. — Давайте, 58-й год, 58-й год. — Давайте я начну чуть-чуть, а потом он говорил, устал, а я подержу. Началось все, в общем-то, если говорить о телевидении, то началось задолго до 58-го, началось все в 31-м, когда у нас в СССР начались первые пробные передачи телевидения. Но это было механическое телевидение. Вещалось оно со станции Шуховская башня известная, Шаболов нынче. Вот, тем не менее, вещание было на средних волнах, звук шел по радиоприемнику, а телевизоры, ну, они продавались и собранные. Механические телевизоры раньше был 3 на 4 сантиметра. И продавались в виде конструкторов один из таких уникальных телевизоров, собранные радиолюбителем Белослуцевым. В 36-м году находится в музее города Слободского. Вот, фотографии будет предоставлено. Там были, конечно, особенности. — Это спичечный коробок вот этот. — Да, там был диск, то есть бумажный диск крутился с прорезями. Вот, были некоторые особенности. Изображение было очень нечетким. Там, например, дикторы или присутствующие в студии, челюскинцы и прочие, они красили губы ярко-зеленой помадой, чтобы ранее можно было на лице что-то отличить. Но, тем не менее, к 36-му году уже стало ясно, что перспектив развития у механического телевидения нету. Хотя было по стране более трех тысяч телеприемников уже. Вот, и эстафета перешла к электронному телевидению. Вот, ну, я говорил в прошлых выпусках по годам, сколько было в 58-м году телевизоров цветных и черно-белых в США, в Англии, все у нас же теоретически знали о телевидении. Поэтому в 55-м году группа энтузиастов, радиолюбителей в Ирове предложила организовать студию телевидения любительскую. Обратилась, видимо, в правительство тогдашнее область, а им сказали, а зачем, собственно, любительскую, давайте, профессиональную. Вот с этого и началось. Ну, и еще о предыстории. Когда стали планировать место под телецентр, телестудия тогда называлась, то, естественно, выбрали самые высокие точки в городе, чтобы телевышку. Это, например, вот место, где диорама нынче находится, второе было, где магазин Антей, третье там еще где-то, но вот представляете, вот вид города из Ирии в 30-е годы. Это белая церковь, там, ремльвязь, и все-все это было снесено. Еще в 30-е и вид был, скажем так, из Ирии, и не шиб, это выигрышный после сноса старый авиат. И поэтому волевым решением обкома партии вышку установили на берегу, что вот на смену опиума для народа пришел прогресс в оползневой зоне, хотя в ту пору несколько районов области выпали из телевещания и, наоборот, дома возле телевышки попали в зону жесткого излучения. Тем не менее, вот телецентр был обозначен там, где он и сейчас располагается. На улице Урицкого. Интересная история возведения телецентра. Сначала идея появилась в 54-м году, и это были любители, радиолюбители. Вообще, как бы вот энтузиасты это дело сначала проводили в первую очередь. А кто эти энтузиасты? Они в свободное от работы время или кто? Было общество радиолюбителей, были, да, в общем, радио, оно, вот первые компьютеры, это же была масса почитателей, которые там что-то изобретали, модернизировали. Что-то паяли там вот эти схемы всевозможные. Ну вот в Слободском, радиолюбитель, уже в 37-м году белослудцев Анатолий Петрович принимал первые телепередачи. Вот я его упоминаю. Да, телеприемник там сохранился. Его внук работает у нас на телевидении. Кстати, вот тоже такая традиционная вот эта преемственность. Телевышка строилась очень интересно, в рекордные сроки. Фактически 180 метров были возведены за 41 день в 57-м году. Работала бригада из Ленинграда, профессионалы высшего класса. К нам они приехали из Пекина, там они заводили телевышку. До этого у них были Прага, Бухарест. Фактически они сделали невозможное, то есть минимальное отклонение и сроки очень минимальные. То есть все было качественно вовремя сделано, запущено. Но в самом телецентре шли подготовительные работы, устанавливались оборудования. Оборудование было, во-первых, это павильон студийный 100 квадратных метров и осветительные приборы, камеры. Причем из трех камер две были поставлены на телетрансляции. В каком смысле? То есть чтобы ведь показать кинопленку, кинофильм, нужно было передать изображение с кинопленки на телекамеру. А телекамера уже транслировала на передатчики, и этот сигнал уходил. Поэтому телекамеры были соединены с кинопроекционными аппаратами. А в студии оставалась одна камера. И вот эта одна камера, вы знаете, когда первые пробные передачи пошли, опять же радио подставило телевидению дружеское плечо, потому что первые ведущие, первые дикторы, они как раз шли на телевидение с радио. И темы приходили, например, о художниках, об актерах. В студии сидели люди, разговаривали, камера меняла планы по команде режиссера. И вот в это время начинается новое интересное явление. Вот все сейчас смотрят сериалы, а там появились телеспектакли. Потому что режиссеры пришли на телевидение, ведь в то время не было специальных школ ТВ, где бы готовили телевизионных режиссеров. Режиссеров брали людей, умеющих работать с мизансценами, с актерами, с ведущими. И приходили режиссеры из театра. И вот Михаил Кублановский, режиссер театрально очень известный, у него более 200 постановок на телевидении и документальных фильмов. И вот как строилась один угол студии, это одна декорация, другая. И одна камера через перебивки переезжала, снимала разные эпизоды. Вы знаете, светочувствительность для камер очень важна. Поэтому нужно было максимальное количество света давать на объект съемки. Было жарко, кондиционеров не было. Вот один момент, когда дикторы беседовали с руководителями области, предприятий, люди выходили и говорили, нет, я лучше три смены отработаю, чем 10 минут у вас в студии посижу. — Лилия Лиханова об этом как раз говорит в этом материале, который только-только появился. — Ну и еще один момент, когда было очень жарко. Вот знаете, иногда ведущие центрального телевидения любят рассказать, что на эфир они приходят в тапочках. Я открою небольшой секрет, который не вошел ни в один материал. Иногда было так жарко, что дикторам приходилось ноги встать в тазик с холодной водой. — Хоть где-то точка заприкосновения с прохладой. — Ниже стола раздеваться. Ну а я дополню тогда. Пока вот шло вот это веселое движение на студии телевидения, со своей стороны народ тоже готовился к запуску телевещания и добывал телевизоры. И тогда это было не так просто, начиная с 1955-го. То есть покупали, и если деньги были, стоило дорого, больше средней зарплаты. Вот телевизоры покупались заранее, стояли там 2-3 года, ждали момента запуска. Ну магазины где были? Вот где был старый кривечес и музей, сейчас это здание, кроме фасада, все снесли, что-то переделают. Там был такой магазинчик, где продавали радиоаппаратуру и телевизоры там, ну по блату, не по блату, из-под полы доставали. Потом он переехал в этот свежепостроенный, где была мелодия, уже тоже нету, там покупали. Первый телеприемник был, конечно, самый доступный, самый распространенный. Это ЭВН. Клубу веселых находчивых он не имеет ничего общего. Это по фамилии изобретателей. Энексон, Варшавс и Лаевс. Это инженеры, которые взяли за основу радиоакционную станцию, поставляемую по ленд-лизу в войну. Диаметр рана был 15 сантиметров. Для увеличения ставилась линза с водой. Но с водой или с глицерином. Вода была, во-первых, дистиллированная, потому что могла зацвести, а туда еще и мухи попадали. Вот тоже горе было. Эти телевизоры, они весомые, весят 40 килограммов. Принимать он способен был 3 программы. Причем эта была незначительная функция, поэтому переключал, находилась сзади телевизора, что когда-нибудь, а была одна. И надо было регистрировать. То есть, упил и побежал на почту, зарегистрировал телеприемник. А там нужно было отправлять. А вот еще интересно, на заре телевидение, когда платили арендную плату, то многие, например, у нас такого не было. Арендную плату за собственность, которую ты купил? А ты еще отстегивай арендную плату. А, например, в Англии там многие в наглую не платили арендную плату, поэтому в Европах были специальные радиолокационные машины. Вот в фильмах про Штирлица. Вот антенн сверху. Которые ездили и вычислили, где сигнал там принимается. Они вычисляли, вот телеприемник есть в квартире, и кто не платит, надо было сверяться. Вот у нас вроде не было, но тем не менее аренду платили. Так, продолжаем. До 61-го года. Когда отменили в 62-м, в 61-м или в 2-м, не помню, то стоимость телевизоров и радиоприемников выросла на треть. В прессе по радио это анонсировало все, что уважаемые граждане, жители Кирова, тогда-то планируется начало вещания нашего телецентра. И весь ход строительства ежедневно. Тоже освещалось. Был такой журналист, журналист Константин Верхотин. Это племянник Сергея Мироновича Кирова. Он занимался как раз и журналистикой, и телевидением. И вот, если обратить внимание на подшивки старой Кировской правды, там все, в основном, публикации подписаны, ну, в большинстве, своим Константином Верхотиным. Вот он очень интересовался темой телевидения, и благодаря ему... Это псевдоним, кстати, не псевдоним, это настоящая фамилия. Он жил здесь у нас, в Кировской области, и работал, трудился, его многие знают из старой школы журналистики. И вы знаете, вот много публикаций таких, которые разъясняют, когда нужно включать телевизор, как нужно включать телевизор. Не рекомендуют самим настраивать телевизор, так как были прецеденты, когда телевизоры были испорчены ретивыми настройщиками, ну, вот самостоятельно дома, из-за неправильных действий. И поэтому предлагают обратиться в специальное телеателье, пригласить мастера, и с его помощью у нас. То есть это была целая программа информационная, культурная, которая вот даже просветительская. Вот такой переход, ведь вы знаете, вот первые трансляции, первые прямые эфиры, мне кажется, это вот фактически можно сравнить сейчас с интернетом, да, с таким вот переворотом революционным. И людям нужно было понять, осознать, привыкнуть к этому. Поэтому это был, я считаю, переломный момент в нашей истории. Просто вот мы-то это не ощущаем, но мы пытаемся и выставкой, и нашим материалом в этом сказать. Это действительно была негакультурная революция. А что мне хочется еще про оборудование поговорить? Откуда оно было? Чего производства? Вот сама башня? Да. Сама вышка была, по-моему, в Днепропетровске собрана. Эти вышки использовались на химзаводах. Они держали трубу, которая распыляла в атмосферу вредные выбросы. И поэтому никто специально не делал эти телевышки и вот эту вот схимзавода мачту, ее стали использовать. В разборном виде ее сюда привезли. Конечно. Ее низ построили вроде, таким образом приподнимали, ставили свою следующую, следующую. Она еще горела. Вот не нашел фотографий, правда, во время строительства. Чему там гореть? Я думаю, что мы на выставке даже как-то представим человека. Это Владимир Станович Бельтюков, который работал в 1958 году фотографом и в 1957 тоже. И он как раз поднимался на 100-метровую отметку этой вышки и фотографировал работу бригады. Эти фотографии сохранились, они уникальны. И вот, во-первых, там видно город с высоты птичьего полета. И видно вот этих ребят, которые тяжелую такую ответственную работу делают. А оборудование для самой студии? Вот давайте, все оборудование было отечественное. Тема очень интересная, потому что нам, чтобы взглянуть на то телевидение, надо немножко знать его технические возможности. Ведь московских программ тогда нельзя было показать по релейке, по эфиру, по радио. То есть фактически все сюжеты центрального телевидения сюда присылались. Они присылались на самолетах. Была даже такая должность уборщица-курьера. И поэтому специальный человек отправлялся в аэропорт, получал бобины с пленкой. Нет, я победил его в Ганино. Да, в аэропорт, встречал самолет. И вот какие-то действия, официальные встречи. Вот тогда Никита Сергеевич был у руля. Они приходили сюда, нам на самолетах из Москвы, оперативно ставились в эфир. Но это был формат киножурналов. Свои новости тогда начинались как известия, но сидел человек, говорил, рассказывал о каких-то новостях, о показателях экономики, пятилетки. И показывались в основном фотографии. Была штатная должность фотографа, который, в общем-то, все оперативные вот эти вот картинки закрывал. Московского эфира не было. И вот своего-то эфира практически не было. И вот мы уже говорили о Веретенникове, его заслуга еще в чем? Он открыл у нас первое кинопроизводство. Каким образом? Наши инженеры смогли приспособить обычный узкопленочный кинопроектор к телекамере, к телепроекционному аппарату. Для чего? Для того, чтобы, видите, приходила пленка широкая, и на нее снимать мы не могли. Мы могли снимать только на узкую пленку. Широкая, 35 миллиметров. Да, да, да. А если... А вот 16. Да, это 16, да. Сделать очерк о животноводах, о предприятии, о металлургах там, да? То есть приходилось снимать на узкую пленку, а показать ее было нельзя. И вот эта модернизация позволила начать кинопроизводство, снимать киноочерки, сюжеты. Это начинается буквально в 1958 году. И вот тогда уже наши зрители видят фактически знакомые места. Кто-то был в Амутнинске, кто-то был в Белой Холунице, Киров. Там площади, улицы города, знакомых людей. И еще один момент. Москва к нам пришла в 1967 году. Только до этого все вещание обеспечивала Кировская студия телевидения. Это вторая программа появилась в 1967 году. И по оборудованию хотелось бы сказать вот еще интересный момент. Первая трансляция. В 1962 году, 1 мая, впервые была транслирована первомайская демонстрация. Каким образом? К нам было прислано тоже полностью отечественное оборудование нашей разработки, наших советских ученых. ПТС. Это называется передвижная телевизионная станция. Ставится несколько камер. И эта станция настраивает свои антенны на телевышку. И сигнал передается на телевышку и транслируется на весь наш регион. В окрестностях, которые принимает телесигнал. И таким образом наши зрители впервые в 1962 году увидели прямые трансляции. Это тоже очень важный момент. Потому что теперь уже можно было этот ПТС на спортивные мероприятия. Сейчас это называется лайф или как-то. Оно в мир открылось. Стрим. Стрим. Или, например, больше всего, конечно, любили спортивные соревнования. ПТС работала на знаменитом кубке на пресс-кигрово. Конькобежный. Динамо. Имеется в виду футбол. Тогда Динамо, кстати, делала огромные успехи. Интерес к этой команде был большой. Прикован. И вот это ПТС позволило проводить трансляции. Там внутри машины находился пульт режиссерский. У режиссера было несколько кнопок, которые он мог микшировать эти камеры. И он выбирал общий план, крупный план, средний, игроки, ворота. Была связь с оператором, что очень важно. И оператору ставилась задача, что нужно в данный момент снять. Вот эта работа большая. Она, кажется, вот сейчас смотришь, это лента новостей. А на самом деле это большая, трудная работа. И не без срывов. Разные были технические накладки. Но в итоге мы вышли на то, что действительно наши жители увидели жизнь региона, области. Со всех концов нашего, как сказать, кироскопа. Нет, ну, конечно, и сейчас в нашей журналистской работе иногда хватает. Нет, если не ошибаюсь, ПТС. Но более модифицированная будет представлена на открытии нашей выставки. Да, да, будет представлена у входа. То есть можно будет заглянуть внутрь и посмотреть. Это на базе какого автомобиля она сделана? Это передвижная станция. Вот раньше это были совместные производства. Финляндия и Советский Союз. Большая ПТС напоминает железнодорожный вагон. Вся в алюминии. А для этого вообще были на автобусах. Потому что магнитофоны, кадр были большие. Они бы занимали, наверное, половину вашей сейчас студии. Один магнитофон кадр. Там были очень большие бобины, пленка широченная, магнитофонная, видеопленка. А сейчас цифровые технологии позволяют делать ПТС более компактной. Поэтому она сейчас уже небольшая. Вот в этом плане. Господи, запитывалась-то, как эта машина? Я имею в виду электроэнергии. Да, вы представляете, там такое напряжение. Да, там всегда целая. Через колодец подключали кабель высоковольтному. Это же не все просто так. Ну, я должен сказать, что у нас есть и такие вещи интереснейшие. Например, участие наших ПТС в Олимпиаде в Москве в 1980 году. Специалисты кировского телевидения отправились, даже сохранилась пленка торжественных проводов на эту Олимпиаду. И вот на этой Олимпиаде они работали на велотреке в Крылатском, на грибном канале в Крылатском, где гребцы соревновали в скорости. На грибном канале работал звукорежиссер Владимир Коновалов. На ПТСке, на велотреке работал у нас Виктор Николаевич Морозов, специалист по видеозаписи. Они передавали в эфир интервью. И это было и навещание, то есть его получали все страны мира, которые интересовались Олимпиадой. И вот вкратце хотелось бы... Собая ответственность. И ответственность, и история. Вот смотрите, оказалось, что наши специалисты, наши операторы, наши видеоинженеры снимали интервью с велосипедистом Дилом Бунди. И это велосипедист, очень интересно, он вопреки тому, что Дания объявила бойкот Олимпиаде 80-го года, он приехал и выступал под нейтральным флагом. И вот у него интервью писали, он стал чемпионом. И вот в тот момент, когда наши работали, весь пьедестал заняли представители, если не ошибаюсь, Швеции и Франции. И все они были под нейтральными флагами, потому что официально их страны приняли решение, не участвовали. Вот такие исторические моменты есть у нас в нашей истории. Да, ценные, безусловно, данные. У нас подошло время небольшой рекламы. Алексей Фоминных, режиссер ГТРК «Авятка», Евгений Питунин, историк-краевед, руководитель музея Авиатского госуниверситета. Мы сегодня посвятили передачу 60-летнему юбилею кировского телевидения. Продолжим через минуту. Сделано в ветке. Вот я сейчас в перерыве Алексею Фоминных решил предложить продолжить разговор о кадрах. Вы сказали, что режиссеры театральные пришли, дикторы с радио, это безусловно. А вот те, кто работал с оборудованием, эти же операторы, их как учили, где учили? Техника новая, невиденная доселе еще. Ну, в общем-то, здесь в основном приходили люди, знакомые с кино и фотографией. У нас начиналось тогда очень хорошо развиваться движение кинолюбителей. Были люди, которые, конечно, снимали на камеру и снимали на фотоаппараты. Много людей пришло с кинопроката, которые имели дело с пленкой, умели правильно заряжать, чтобы там не случилось никаких обрывов, неприятностей. Поэтому люди приходили отовсюду и уже потом начинали осваивать эти профессии. Находился один специалист, вот у нас первый оператор Владимир Путилин. И вот он как раз принимал молодых ребят, готовил их, учил премудростям операторского искусства. Сам он был хороший фотограф, и поэтому оператору очень важно уметь взять кадр, видеть кадр, иметь кадровидение, как говорят режиссеры. Поэтому вот так вот начиналось, так же, как дикторы, так же, как журналисты приходили из газет, с радио приходили. Поэтому приходилось все осваивать на ходу, сеть технологий, принципы. Вот операторам, видите, вот когда начинались съемки киноочерков, ведь пленка – это носитель серебряной эмульсии. Она не дешевая вещь, и поэтому даже вот оператор должен быть так раскадровать вместе с режиссером, с журналистом сюжет, чтобы ни одной лишней, ну, сантиметра пленки не ушло в корзину. Экономный, да. И поэтому вот когда мне в начале своей карьеры на телевидении в 96-м году пришлось работать с операторами старой киношной школы, я удивлялся, когда ты берешь кассету, уже современную, снятую в современных технологиях, ставишь ее на монтаж, можно брать, не монтируя. Вот эта школа, она сохранилась, потому что они прямо видят, где точку поставить, где нажать play, где начать снимать, где прекратить снимать. И вот эта вот внутренняя культура, она как бы передается из поколения. Это еще 86-й год застал на телевидении, ну, от Уда, например, один товарищ вообще из милиции пришел работать, не буду уточнять. Не пришел, может, его приставили. Фамилию. Может, приставили его, наблюдать за происходящим. Пришел работать. В правильных идеологических чертах. Я вернусь к телезрителям. Вот одна сторона, это процесс изготовления телепродукта, а другое его потребление. К 60-м годам появились в СССР другие телевизоры. Вот я замечу, сейчас в стране не производится ни одного телеприемника. Тогда было изобилие. Слушайте, на самом деле, да. Сейчас мы ничего не производим. Нет, нет. Групные регионы производили марки были различные. От Енисея до Волхова. Горизонт. Горизонт. Или Горизонт, это уже гораздо поздняя история уже. Были рубины. Рекорд. Причем были и престижные марки, за которыми гонялись. Но в 60-е раны стали чуть побольше, уже не 15 сантиметров, уже без линз. Сантиметров 30, наверное, 35. И телевизоры были с круглыми углами, закругленными, тоже не острыми углами заканчивался, а плавно переходил. В 70-е годы уже и мебель была облегченная, и телевизоры стали угловаты, и на тоненьких ножках телевизоры. А, кстати, мебель-то одновременно начали выпускать, мебель для телевизоров, подставки, тумбочки, все возможные. Комоды отлично вставали. Вот куда Карлсон смотрел, вот телевизор на ножках такой. А самое интересное, что в 70-е годы еще были в стране дефицит цветные телевизоры, и поэтому продавали пленку. Она делала телевизор условно цветным, то есть ее наклеивали на стекло перед экраном, вверх был голубой, а низ такой красно-ричневый. То есть иногда попадало, иногда там небо было голубое, там трава зеленая, а земля была ричневой. То есть такой пленку, вот у меня у приятеля был такой телевизор, такой псевдо-цветной. Ну были мутные, но зато... У меня, простите, другой вопрос. Знали ли об этом производители продукции, или давались ли им советы? Ну это сейчас, по-моему, сейчас так рассвечивают вот эти, оцифровывают, переделывают фильмы, рассвечивают, что по мне было честнее смотреть на этой пленке. Но зато и были сериалы. Вот я помню, дворы тогда, дворы не были парковками машин, а были местом для жизни. То есть мы уже играли в домино, дети играли в футбол, бабки сидели на смеечке. Сторожили белье. Ну все, летом из открытых он доносился там какой-нибудь заставка телесериала, типа там «Гляжу в озера синее» или там «Проштирлица», то двор пустел, все разбегались. И даже по статистике милиции, если шел хороший сериал, то преступность падала вообще в целом по стране. Ну а со середины 70-х стали доступны цветные телевизоры, но они весили, мама, не говорю, вот я помню, как-то переезжали и несли такой цветной телевизор вчетвером, едва-два. И так они тянулись у нас до 90-х, когда открылся железный занавес и стали появляться иномары. И первые телевизоры у нас импортные поступили на бартерный приборостроительный завод. Это была фирма «Голдстар», которая сейчас называется «ЛДДЖИ». И вот тогда ушлые рабочие, которые или иначе получали телевизор там в счет зарплаты, они продавали по безумным ценам и за ними гонялись. Ну, конечно, когда я увидел 80-е и сравнил мой, который считался неплохим по тем временам, «Горизонт» и импортный телевизор, я почувствовал разницу. Ну, вот так вот шли и катились до плазм. И не знаю, что дальше будет. Еще, может быть, лет 20 и будет маленькая робочка на столе стоять. Нажал кнопочку, и у тебя где-то повисло изображение. Да, у нас уже есть у каждого в кармане этот телевизор, смартфон под названием. Да, все, что угодно можно посмотреть. Две-три минуты буквально остается. Давайте, я хотел сказать о светном телевидении. Сейчас вот Евгений поднял эту тему. Значит, первый цветной фильм у нас на ГТРК «Вятка» был снят в 1968 году. И я думаю, что нетрудно догадаться, даже вот можно задавать такой вот как бы вопрос на уровне «Угадай». Значит, это была «Дымковская игрушка». Где еще такая вспышка цвета, палитра, да? Там использовались технологии мультипликации, комбинированной съемки. Автор, режиссер этого фильма был Владимир Николаевич Бучин, оператор. Анатолий Лопухин. И вот что интересно, этот фильм, когда привезли на центральное телевидение, он показывался и за рубежом, и по центральному ТВ. Он на долгие годы остался эталоном для приемки цветных кинолент на центральном телевидении. Вот это интересный факт. А цветное телевидение в Киров пришло в 1981 году. После того, как здесь была смонтирована студия из Останкино цветного телевещания, и с 1981 года наши зрители, у кого есть цветные приемники, телевизоры, могли видеть уже цветное изображение, область, город в цвете. С 1981 года вот этот этап истории цветного телевидения начинается. А вот фильм документальный «Дымковская игрушка», и сейчас интересно посмотреть, я просто рекомендую его, можно найти. Прекрасная работа, яркая. Было же на данный, да? Есть? Я думаю, что он есть, потому что многие любят и ценят эта замечательная работа на века, я бы сказал, которая, ну, как бы, наш вязкий край прославила в свое время на весь мир. Ну что, истекает наше время, к сожалению. Приходите на выставку, посвященную 60-летию телевидения в Ирове и 90 лет радио. Инженериум Преображенск С-41 будет работать с 28 сентября и целый месяц. Я вам желаю удачно запустить эту выставку, да, действительно. И все-таки я вам предлагаю еще раз встретиться в нашей студии, поговорить уже о каких-то, возможно, нюансах, какие-то конкретные случаи из истории кировского телевидения. Если есть, конечно, возможность, ветеранов к нам сюда можно пригласить, да. Да и, собственно, бог здоровья всем, кто начинал это большое дело. Спасибо большое Евгению Питунину, историк, краевед, руководитель Музея Вятского госуниверситета, и Алексей Фоминых, режиссер ГТРК «Вятка». Я еще раз напоминаю, что Алексей сейчас как раз занимается подготовкой цикла сюжетов, да, посвященных этой дате, и все это выкладывается доступно на сайте ГТРК «Вятка». Пожалуйста, пользуйтесь, смотрите, вспоминайте себя. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Сделано в ветке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...